Поговорим действительно о феномене, ярчайшем явлении раннего русского авангарда, о котором, вероятно, все слышали о победе над солнцем, но мало кто читал этот текст. Кто читал этот текст? Больше, чем две руки, я впечатлен. Кто видел на сцене те же руки? Вы все равно не то видели. Эта реконструкция более-менее неудачная или удачная, но полностью реконструировать это, конечно, невозможно. А коль скоро победа над солнцем называется оперой, может быть, кто-нибудь и музыку слышал. Но вы даете. Ноты практически все пропали. Есть маленькие кусочки, да-да, и порядка четырех минут в прошлом году появилось даже в Ютьюбе, можно послушать, я специально их не стал сюда инкорпорировать, чтобы все не слишком громко смеялись. Они дают какое-то представление, но, полагаю, что неполное. И таким образом можно сказать, что победа над солнцем – это неведомый шедевр, значение которого в контексте того времени было очень велико, о котором все говорили, который вызвал скандал, потом его благополучно забыли, потом стали вспоминать. Но реконструировать толком, несмотря на разного рода интересные комментарии, исследования и тому подобные вещи, полностью реконструировать значение этого текста, его сущность, и расшифровать хотя бы даже просто название, почему это вдруг над солнцем победа, они что, загорать не любили? Так вот, этого, на мой взгляд, немножко не хватает. Поэтому я и назвал сегодняшнюю нашу встречу с чем, кем и зачем надо было воевать, и попробую об этом более-менее связно рассказать. Сначала, может быть, пару слов о том, как я сам стал заниматься этим памятником. Это вышло в значительной степени случайно, как и все в нашей жизни. А именно лет 12-13 уже, да, 13 тому назад, я жил в Лондоне, занимался несколько схожими, сопредельными материями в области раннего русского авангарда, а именно книгами художников. И меня попросили сделать перевод к готовившемуся изданию по-английски «Победа над солнцем». И, взявшись за эту работу, я увидел, что перевести это на нормативный английский практически невозможно, потому что это не написано на нормативном русском. Это или хлебники из, я говорю сейчас о прологе, или велемирский язык, но не вполне русский. И была пара на тот момент переводов на английский, и где переводчики добросовестно попытались понять, ну, о чем же там говорится, и переложить это более-менее понятными английскими словами на английский язык. При этом полностью исчезало, ну, все очарование, весь авангардный замес, вся образность, все, не побоюсь этого слова, величие хлебниковского текста. Я, хоть основной массив текста написал Крученых, Хлебников выступил более ярко и интересно. Так вот, я перевел этот текст, как я его называю, на заумный английский, заумный русский и параллельно ему заумный английский. Эта книжка в двух томах вышла, я вот ее принес не столько похвастаться, сколько возможно, если будет время, я оттуда кое-что прочту. Вот, и таким образом я погрузился в этот материал, который оказался чрезвычайно интересен не только потому, что это, повторяю, ключевой текст для раннего русского авангарда, но и потому, что это, ну, как бы своеобразное окошко в ментальность того времени людей, которые хотели революцию в искусстве, в духе и во всех остальных областях жизни. Во всех остальных областях с революцией так оно и случилось, а в духе существуют на этот счет разные мнения. Так вот, для заставки я выбрал картину Малевича, где красный овал, который при некотором допущении можно принять за круг, то есть Солнце, находится на втором плане, а на первом выступает крест, что может символизировать вот эту самую победу над Солнцем и на могильный крест над побежденным архаическим светилом. Но давайте все по порядку. Вот эта фотография сейчас уже вполне известная авторов оперы «Победа над Солнцем», а именно слева направо Михаила Матюшина, который писал музыку Казимира Малевича, который делал эскизы костюмов и сценографию, и Алексея Елисеевича Крученых, который написал либретто или текст. Здесь отсутствует фотография Велимира Хлебникова, который тоже должен был принять участие в эпохальном собрании, где было решено писать эту оперу. Точнее, даже не собрание, а это был Всемирный съезд боячей будущего. Я раньше говорил «баячей», а вот где-то прочел, что надо говорить «бояч», сказителей будущего. И этот первый в мире Всемирный съезд объявил смертельную борьбу всему старому искусству, как литературному, так и театрально-сценическому. И чисто из-за немного комической случайности обошлось без участия Хлебникова. История смахивает скорее на грустно-смешной анекдот, поэтому, наверное, я рассказывать его не буду. Не слышу криков «расскажите, расскажите». Велимир Хлебников был гений, и, как гению положено, немного не от мира сего. А также он был молодым человеком 28 лет, не очень богатым, а скорее сильно бедным. И деньги на проезд из Астрахани на финскую дачу в Куусе Кирко под Петербургом ему выслал Матюшин. И перед поездкой Хлебников решил последний раз искупаться в Волге и нырнул туда с головой, держа деньги на билет в кулачке. Ну а когда он нырнул, кулачок разжался, монетки упали на дно. Он их искал, но не нашел. В итоге не купил билет и не приехал. Поэтому, впрочем, не только поэтому, но отчасти. Поэтому его участие иногда как-то затушевывается, и он ограничился написанием пролога, а именно части, самый первый, с помощью которой зазывали зрителей в зрительный зал, как это бывало в ярмарочных балаганах. Я уже сказал, что, на мой взгляд, это наиболее интересная часть, и чуть дальше я о ней скажу подробнее. Так вот, участники этого Всемирного съезда решили объявить смертельную борьбу всему старому искусству, и в рамках деятельности незадолго до того образованного Союза молодежи, а мероприятия наши с вами происходят благодаря прекрасной выставке Союза молодежи. Так вот, они решили, что не отдельными выставками, а глобальным всеобщим произведением искусства, по-немецки это называется «Gesamtkunstwerk» — «Тотальное произведение искусства», вот только им можно эффектно и эффективно выйти на сцену и заявить о себе. Я прочту дальше чуть позже несколько таких заявлений. Но сначала я скажу несколько слов о Союзе молодежи, коль скоро выставка Союза молодежи явилась предлогом для нашего с вами сегодня собрания. Так вот, большей частью участники, члены этой организации тяготели или называли себя футуристами. Хоть и были это художники и поэты подчас весьма разных и непохожих друг на друга стилистических направлений, и формальными приемами многие пользовались, вполне индивидуальными. Дело не в том, что в этой группе, точнее не в группе, а в движении футуризма, было некое стилевое единство, как скажем в импрессионизме или символизме, это скорее была общая энергия отрицания прошлого и устремленность в будущее. И недаром люди, отнюдь уже не юношеского возраста, решили назвать свое объединение союзом молодежи. Еще самых первых футуристов участники этого движения заявили о своем родстве с юностью. Ну, первыми были итальянские футуристы, и их скандальные манифесты явились на год, два или три раньше, чем манифесты русских футуристов. И в России они были очень хорошо известны. Вот я прочту, что писал итальянский футурист Умберто Бачони с друзьями, он писал «Дайте место молодежи, насилию, дерзновению». И в России этот призыв хорошо знали, восприняли на ура. И обращение к детству среди авангардных художников в то время было всеобщим и тотальным, начиная с Гончарова и Сларионовым, и вот эти наши участники, и в общем все. При этом авангардисты воображали некоего условного ребенка, а скорее даже символ ребенка они имели в своем воображении, а не реальных детей. Так вот, этот символ ребенка воспринимался как некий манящий образ ушедшего прошлого, собственного детства или такой блаженно-мифологический образ детства народа, детства человечества. В то же время, наоборот, это был образ не только прошлого, но и будущего, светлого, механизированного, электрифицированного, механистического будущего, свободного от разного рода природных стихийных бедствий и катаклизмов. То есть общество, где нынешние маленькие дети с младых ногтей смогут воспользоваться разного рода железными, электрическими, прочими механическими чудесами, продвигая с их помощью технический прогресс и избавившись от тяжелой жизни прошлого и настоящего. То есть ребенок был такой идеальный конструкт, очень часто это в формальном языке футуристов проявлялось в нарочитой неумелости рисунка и как бы детском видении. Все это, разумеется, в высшей степени характерно для победы над солнцем, как мы чуть дальше это увидим. Ну и, не рассуждая долго на эту тему, закончу парафразом слов из Писания, а именно «Будем как дети, ибо их есть царствие машинное». Вот примерно с таким умонастроением в русском авангардизме процветал культ инфантилизма. И это была, скорее, художественная стратегия, чем реальная молодежь, юноши и девушки, совсем молоденькие, принимали в этом участие. Нет, далеко не всегда и далеко не совсем молоденькие. Не буду больше говорить о культе инфантилизма и об общих умонастроениях авангарда, связанных с вот такой инфантильностью. Я об этом писал в своей книжке, новое издание, которое вышло сравнительно недавно в НЛО. Там об этом много написано, это другая тема. Все предыдущее было shameless self-promotion. Так вот, идея была не в том, что они сами маленькие и молодые, а в том, что они как дети, входя во взрослую жизнь, существующие художественные и социально-культурные структуры, считали, что они должны победить взрослых, красивых отцов, которые заняли все места и их не пускали. Буквально этими самыми словами их притесняли старшие и не пускали в искусство отозвался чуть позже, в 1918 году, старый интеллигент нарком Луначарский, оправдывая, как бы слегка оправдываясь тем, что он допустил к государственной поддержке и во все новые революционные художественные структуры, допустил авангардистов, футуристов. Дескать, вот их раньше не пускали старшие, нет ничего плохого, если молодое советское государство окажет им поддержку. Я цитирую близко к тексту. Но при этом получается немножко забавно, потому что в другие времена старшие часто были ничуть не старше вот этих ребят. Например, человек предшествующего поколения, Исаак Левитан, умер вообще, когда ему было 40 лет. Идейный вдохновитель, очень активный художник из передвижнического поколения, Иван Крамской, умер в 50 лет. Ну, нашим с вами героям было иногда лишь немногим меньше. Тем не менее, они начали вот с таких манифестов, хотя на фотографии вы видите, что они вполне солидные и, в общем, я бы даже сказал, отчасти взрослые, если не сказать пожилые дяденьки. Ну, вот Матюшин, чрезвычайно интересный и крайне симпатичный, многогранно одаренный человек искусств, к моменту основания Союза молодежи, уже 30 лет был первой скрипкой, капельмейстером в придворном симфоническом оркестре, но увлекся новыми идеями и всячески в них участвовал в новых авангардных начинаниях и помогал младшим товарищам. Он был одним из основателей Союза молодежи и на тот год, это был 1910, ему было 49 лет. Соответственно, три года спустя, когда они задумались сделать победу над солнцем, дяденьке было 52 года, что немножко не соответствует понятию молодой даже в наше время, когда длительность жизни увеличилась на 20-30 лет, а тогда, когда она часто средняя продолжительность жизни была в районе 40 с чем-то, назвать молодым возраст 52 года можно было только условно. Малевич, здесь он в центре, был помоложе, ему было 35, но к понятию молодежи это тоже относится весьма условно, тем паче, что был он человек серьезный, положительный и атмосфера вокруг него была как у такого знающего себе цену господина средних лет. Хитроватый Крученых здесь помоложе, ему 27 лет, Хлебникову 28, а вот Матюшин, который на фоне своей скрипки здесь позирует, был молод душой. И так, это что касается возраста и устремлений. И прежде чем перейти непосредственно к победе над солнцем, я думаю, что стоит два слова сказать о предшествующих эскападах или акциях, как сейчас говорят футуристов, именно к серии их общественных высказываний или манифестов. Вот этот едва ли не более всего известный манифест по щечин общественному вкусу 2012 года, где есть несколько важных для нашей темы заявлений. Цитирую, читающим наше новое первое неожиданное, только мы лицо нашего времени, рок времени трубит нами в словесном искусстве. Прошлое тесно, академия и Пушкин непонятнее геероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочь, прочь с парохода современности. Про сбросить Пушкина слышали все, но все-таки не пропускайте это мимо ушей, а сделайте ментальную заметку. О Пушкине мы будем говорить еще дальше. И вот снова небольшая цитата из этого манифеста. Мы приказываем чтить права поэтов. Первое. На увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами. слово новшества. Отсюда прямая дорога к заумному языку. Второе. На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку. То есть чтить право поэтов на непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку. Ну и так далее. Битвы, баталии и мелкий срач о современном языке продолжается с тех пор уже сто лет. вспомните дискуссию о клаачном языке. Но я это говорю для контекста и в этом направлении мы, пожалуй, с вами углубляться не будем. Да, и как я уже заметил, футуристы, русские футуристы были в этом отнюдь не одиноки и даже не первыми они были. до них были итальянские футуристы. Я уже упоминал имя Бачони, а вот главный итальянский футурист это Филиппо Маринетти, который в своем манифесте девятого года опять же примазывался к молодым и писал самому старшему из нас тридцать. Ему в это время было без пары месяцев тридцать три. Вроде бы невелика разница, но слегка соврал. И кстати вот на фотографии так он выглядит когда ему было где-то тридцать шесть тридцать семь лет. Тоже прямо скажем не мальчик, но дело в конечном итоге разумеется не в биологическом возрасте, а в духовных устремлениях и умонастроения. А вот здесь заметьте насколько похожий в правой части экрана его профильный портрет работы Николая Кульбина чрезвычайно интересного предтечи футуристов и первых авангардистов русского художника. Портрет сделанный в январе 1914 года во время визита Маринетти в Россию. И вот здесь несмотря на весь кубизм футуризм вольно или невольно, но Кульбин как-то подчеркнул отнюдь не юные черты дерзновенного проповестника правоозвестника и проповедника культа молодости и будущего. Окей. Все эти манифесты, все эти выставки, например, скандальная выставка 2012 года «Ослиный хвост», кстати говоря, не буду на этом останавливаться, но она была сделана не без предыдущего опыта молодых французских пересмешников «Ослиный хвост», но скажу сразу, что все эти опыты к середине 2013 года казались недостаточными. Молодым будет ляном это хлебниковское слово, заменявшее для него нерусское слово, а нерусских слов вообще все нерусское он не очень-то и любил. Так вот, молодым будет ляном хотелось большего. И собравшись на свой съезд на даче Матюшина, они, стало быть, решили устроить постановку двух опер. И текст одной решили, что напишет Маяковский, и это стало называться впоследствии трагедия Владимир Маяковский. Это полное недоразумение, потому что название он не успел придумать, это пошло в цензуру, где цензор принял имя автора за название произведения, после этого изменять ничего было нельзя. И вот эту сценическую трагедию исполняли в те же самые дни, что и Победу над Солнцем, а именно в начале декабря 2013 года в Петербурге. перед этим молодые художники решили сделать групповое фото, отправились в мастерскую к знаменитому фотографу Карлу Булле, Карл Булла, и сделали вот такое групповое фото. Сейчас эта фотография широко известна, и, вероятно, все уже обращали внимание не только на лица, но и на окружение. Например, вот на перевернутый табурет. Почему он перевернут? Или на рояль кверху ножками. С чего бы это? вот можно смотреть вот так на эту фотографию. Тогда рояль стоит ножками, как ему полагается, книзу, на полу. Здесь книжные стеллажи за роялем, все правильно, и даже табурет приобретает положенное ему положение. Только наши герои оказываются вверх ногами. Это было юное задорное хулиганство, когда они хотели показать свое презрение неприятия условностей, включая земную гравитацию, тем, что перевернули задник, который стоял в мастерской у фотографа, перевернули его вверх ногами, заодно перевернули еще один табурет, и таким образом показали, что они сейчас я вам процитирую, это было заявление на Всероссийском съезде боячей будущего, мы собрались сюда, чтобы вооружить против себя мир, пора пощечин прошла, мы хотим, чтобы наши противники храбро защищали свои рассыпающиеся пожитки, мы приказывали тысячным толпам на собраниях и в театрах и со страниц наших четких книг, ой, не могу не смеяться, а теперь заявили о правах боячих художников, раздирая уши, прозябающих под пнем трусости и неподвижности, первое, уничтожить чистый, ясный, честный, звучный русский язык, оскопленный сглаженный языками человеков от критики и литературы, он недостоин великого русского народа, русский народ в кавычках, уничтожить устаревшие движения мысли по закону причинности, беззубый здравый смысл, симметричную логику, блуждание в голубых тенях символизма и дать личное творческое прозрение подлинного мира новых людей. Вот такая фотография вероятно каким-то образом соответствовала таким устремлениям и кончается заявление принятое тремя участниками всемирного съезда. Вот таким пунктом, пунктом номер пять, устремиться на плод художественной чахлости, на русский театр и решительно преобразовать его. Художественным, коршевским, александринским, большим и малым нет места в сегодня. С этой целью учреждается новый театр Будет Лянин. Ну и вот такое фото с перевернутым занавесом или задником и как раз явилось первого рода заставкой, можно сказать, к театру будущего, показывая его карнавальный характер, где все вверх дном, вверх ногами, мир с конца, это название книжки популярной в то время, некоторые произносят мир с конца, я не уверен, что это так надо, а еще следует заметить, что спектакли, первые в мире спектакли театра Будет Лянин, были приурочены к концу года, то есть проходили они в декабре, а совсем вскоре после этого была неделя святок и святочные гуляния с балаганами на площади, с вертепами, с кукольными театрами, это были занятия в высшей степени характерные для России того времени, исторически это восходит еще даже к дохристианским временам и к римским Сатурналем, футуристы это приняли на вооружение, большей частью это были хорошо образованные люди и знали историю и литературу, так, например, был такой футурист Иван Игнатьев, который называл свои выступления Футурналии, Сатурналии, Футурналии, и вот свои великие Футурналии он проводил примерно в то же самое время, что и спектакли, театра будет Лянин, и в первые дни 2014 года, то есть спустя примерно через неполный месяц после победы над солнцем он во время гастролей Иван Игнатьев перерезал себе горло, что, видимо, тоже говорило не только о душевной неравновешенности, а это был своего рода художественный жест. Наши герои до этого не дошли, и слава Богу. Да, так вот, чрезвычайно популярны были комические и пародийные представления в тогдашней культуре вообще от низовой народной до разного рода пародий и капустников, которые как раз вокруг Нового года, Рождества и Святок были очень популярны на профессиональном театре. Вот все это искусство балаганов, или взять, например, комическую оперу Вампука, которая была в высшей степени популярна, которую сочинили князь Волконский, и Николай Еврейнов поставил это в 2010 году, Хлебников до этого сам писал комические пьески, например, Маркиза Дезес или Госпожа Ленин. То есть футуристическая опера не была чем-то абсолютно неслыханным, невиданным, новаторским, но это был лучший пиар. Пиар сделаться известными и спровоцировать массовый скандал, значительно в большей степени можно было ожидать паблицити, чем от просто художественной выставки или поэтических диспутов. В то же время это отнюдь не просто скандал, это как я уже упоминал тотальное произведение искусства или Гезамткунстверк или опять же если использовать русские термины можно назвать такого рода тотальное произведение искусства всечеством. Всечество это тотальное творчество термин Ильи Зданевича тоже известного футуриста. И вот это тотальное произведение искусства где сочетались поэзия, музыка, пение, сценическое искусство сценография, искусство костюма. Это действительно было пожалуй наиболее выразительным и всеобъемлющим по степени своего воздействия. Ну если хорошо сделать. Так вот было решено летом 2013 года подготовить с нуля два спектакля, две оперы и таки это было сделано. Вот это такая афиша, которую участница союза молодежи Ольга Розанова нарисовала первой в мире постановки футуристов театра в Луно-парке на Офицерской улице. И вот это полная большая афиша с тем же текстом, а также с разного рода техническими подробностями, где упоминаются и трагедия Владимира Маяковского и победа над солнцем, которая шла за ним. Вот здесь это более крупно наша деталь. по поводу этой постановки потом говорил композитор Матюшин, что опера имеет глубокое внутреннее содержание, издеваясь над старым романтизмом и много пустословием. Вся победа над солнцем есть победа над старым привычным понятием о солнце как о красоте. Ну, солнце как красота и символ жизни это общее место и в литературе, в поэзии, в философии, начиная с античных времен. И вот против всего этого наши футуристы и замахнулись. Почему это так я скажу с цитатами чуть попозже. Сейчас, коль скоро мы заговорили о Луна-парке, о месте, где проходили эти спектакли, вот я их и покажу. Это не были обыкновенные классические академические театры, это был, скорее, такой развлекательный на летней площадке, впрочем, он и для зимних представлений годился в театре культуры и отдыха, сказали бы, сейчас, или в парке культуры и отдыха, или в парке развлечений. Вот, на нижней фотографии, видите, там были и американские горы, и балаганы, то есть к этому у горожан было отношение несколько специфическое. вот это обращик примерной рекламы мероприятий в Луна-парке, величайшая в мире сенсация, здесь на картинке Луна в цилиндре, это кадр из одного из первых в мире мультфильмов Жоржа Мельеса, французского мультипликатора, находилось это на Офицерской, недалеко от реки Пряжка, там неподалеку жил Блок. И было напечатано либретто, вот вы видите «Победа над солнцем», опера «Крученых», музыка Матюшина, почему-то они не стали указывать имя автора пролога Хлебникова и автора костюмов и декораций Малевича, но Малевича здесь картинка, справа я решил для наглядности поместить другую работу Малевича, это его портрет Матюшина, кубистический портрет его друга Матюшина. Так вот, коль скоро мы сейчас смотрим на это либретто, то давайте я прочту слова, которые об этом впоследствии говорил сам Крученых, объясняя, что и зачем они делали. Цитирую. Одно дело писать книги, другое читать доклады и доводить до ушей публики стихи, а совсем иное создавать театральное зрелище, мятеж красок и звуков, будет лянский зерцок, где разгораются страсти и зритель сам готов лезть в драку. Показать новое зрелище об этом мечтали я и мои товарищи. И мне представлялась большая сцена в свете прожекторов не впервые ли, действующие лица в защитных масках и на пружиненных костюмах, машинообразные люди, движение, звук, все должно было идти по новому руслу, дерзко отбиваясь от кисло-сладенького трафарета, который тогда пожирал все. И продолжаю цитату Общество Союз Молодежи в виде засилья театральных старичков и эффект наших вечеров решило поставить дело на широкую ногу показать миру первый футуристический театр. Стало быть, вот это проходило все в Лунотеатре. Вот сейчас я покажу не сохранившись скор, то есть ноты Малевича, частично их недавно нашли. И вот здесь такая любопытная цитата, я сказал ноты Малевича, оговорка, простите, ноты Матюшина, разумеется. А Малевич написал по этому поводу вот такие замечания. звук Матюшина расшибал налипшую засаленную аплодисментами кору звуков старой музыки. В общем, как я сказал, фрагмент 4 минуты 14 секунд сейчас есть на Ютьюбе, можно его послушать. Да, но надо сказать, что и здесь российские футуристы были не самые первые. Ровно год назад, в 1912 году, итальянский композитор-футурист Балилла Протелла написал свой футуристический музыкальный манифест, где были слова «разрушить склонность кладно сделанной музыке, риторической и импотентной, и возгласить уникальную концепцию футуристической музыки, абсолютно отличной от всей предшествующей, сформировать в Италии футуристический музыкальный вкус, разрушить доктринерские, академические и вгоняющие в сон ценности». Примерно по этой дороге пошли авторы «Победа над солнцем», ну и как что скандал вызвать им таки удалось. Ну, следует здесь заметить, что атмосфере скандала и вот всему отрицанию академизма и правильности способствовало еще и такое специфическое обстоятельство, что актерами и участниками хора были не профессиональные актеры и певцы, а любители или просто студенты, которых нашли буквально накануне и они участвовали в одной или в двух репетициях всего, и многие честно не знали, как петь и что говорить, другие решили, что они сознательно будут попадать не в лад и не в такт, чтобы было еще интереснее, ну и по отзывам публики получилось довольно какофонично. С наибольшей степенью достоверности при всем при этом мы можем говорить не о музыке и даже не об эскизах Малевича, которые не сохранились в оригиналах, а есть только эскизы для них, я имею в виду задники, сохранился текст, заумный текст Хлебникова и Крученых. Ну вот вы, конечно, тут ничего не увидите, но я сейчас вам попробую это прочесть, но сначала скажу два слова о понятии зауми, то есть это транс или за рациональный язык, который не подчиняется грамматическим, лексическим, рациональным законам языка и который, как считал Крученых, и здесь я его цитирую, должен уничтожить, или нет, она должна, заум, должна уничтожить устаревшее движение мысли по закону причинности, беззубый здравый смысл, заум есть выражение нового разума, опирающегося на высшую интуицию. Надо сказать, что в этом есть свой, в общем-то, глубокий серьезный смысл, разного рода мистические искания и трансрациональные попытки найти обоснование жизни смысла были чрезвычайно популярны в ту пору. Известно, что Матюшин очень серьезно изучал труды Успенского, третий органон, четвертое измерение, то есть за всем этим была серьезная идея радикально изменить язык и мышление. Что из этого получилось? Ну, ученые спорят. Так вот, давайте я попробую прочесть начало пролога, который написал Хлебников. сейчас вот у меня тут, пожалуй, чуть крупнее. Нет, тут крупнее. Люди, те, кто родились, но еще не умер, спешите идти в созерцок или созерцавель. Созерцавель поведет вас, созерцебен есть вождебен сборище мрачных вождей. Отмучав и ужасавлей до веселян и нездешних смеян и веселогов пройдут перед внимательными ведухами и созерцалями и глядарями метавы, бывавы, пивавы, ботавы и дуньи, зававы, величавы судьба споры и малюты. Зававы позовут вас, как и полонебесные оттудни. Ну и так далее. И я все это перевел на английский. Да. Овации потом. Да, вот тут английский текст, но это действительно потом. Давайте сейчас посмотрим все-таки на то, что можно увидеть, а именно на эскизы Малевича в сопровождении какой-то фабулы или сюжета, хотя не фабула, не сюжета, в общем-то по большому счету в тексте Крученых нет. И там, кстати, значительно меньше словотворчества, нежели в прологе у Малевича, но больше аллогизма и какого-то вызова, я бы сказал, иногда довольно корпорального или свинского, он был большой свинофил вообще Крученых, и вот такое хулиганство у него там проглядывает. А если в самых общих чертах, то это история борьбы с солнцем, где участвует много всякого странного народа, в том числе большую сюжетную роль играет похоронная процессия с мертвым солнцем, в тексте они называются похоронщики, и показан в последних двух картинах второго дейма, вместо действия это называется деймо, первое деймо, второе деймо, и вот в последних двух картинах показан странный мир будущего, мир без солнца, довольно устрашающий. Ну и здесь же можно вспомнить слова из другого стихотворения Хлебникова, «Я вам расскажу, что я из будущего чую мои зачеловеческие сны». То есть вот это действительно было стремление перепрыгнуть барьер человеческого разума и говорить за транс рационально. Или ну вот еще одну цитату, я люблю много цитат, чтобы все знали, что я не сам все это про них придумал, а они сами такое про себя говорят. По результатам спектакля Малевич и Матюшин ответили на вопросы журналиста и в газетном интервью сказали следующее. Футуристы хотят освободиться от этой упорядоченности мира, от этих связей, мыслимых в нем. Мир они хотят превратить в хаос, установленные ценности разбивать в куски и из этих кусков творить новые ценности и так далее. Так вот, это силач будущего или будетлянский силач, как он виделся Малевичу. И в самом начале два таких силача выходят на сцену из правой и левой кулисы и не поднимают занавес, не раздвигают занавес, а разрывают занавес. Это действительно любопытная режиссерская находка, хотя на премьере случился конфуз, силачи оказались недостаточно сильными и разорвать занавес первой попытки у них не получилось. Ко второму представлению его слегка надрезали, но не бывает театра без накладок. и вы видите, насколько эта фигура мало соответствует человеческой пластике, человеческим пропорциям, мягким подвижным линиям. Она сочленена из множества треугольников и конусов, что по-своему вполне интересно, когда смотришь на двумерное изображение, то есть на картину, на рисунок, но актерам с их живыми телами двигаться в таких костюмах было отменно сложно. К тому же эти костюмы, поскольку приходилось торопиться и вообще больших денег не было, делали амбекака на живую нитку. Они преимущественно состояли из проволочных каркасов, на которые укрепляли куски картона, которые от движения актеров смещались, ломались, спадали. То есть все время приходилось делать скидку на то, что задумано было так, а получилось немножко этак. Но так часто бывает. Вот первое действие и второе деймо происходило на фоне такого задника. Такого задника. приведу здесь слова коллеги футуриста поэту Бенедикта Лившица, который был на премьере, и он называл костюмы в сценографии Малевича светящимся фокусом. Фокус не в смысле трюк, а как focal point. Светящимся фокусом Победа над Солнцем стали костюмы, декорации, вся сценическая постановка Малевича. Это была живописная заумь, предварявшая иступленную беспредметность супрематизма. Недаром потом, два года спустя, когда Малевич сделал свой черный квадрат, он стал говорить, что еще в 13-м году в декорациях к Победе над Солнцем у него появился черный квадрат. Возможно, он там и был, но не сохранился, а то, что сохранилось в виде эскизов, это как бы получерный квадрат. Где-то он у меня тут дальше есть. А, он за этими фигурами идет. Давайте я быстро вам покажу, как выглядели фигуры персонажей этой эскизы Малевича. Сейчас они выглядят такими современно яркими, потому что это фоксимильное воспроизведение, точнее, даже не фоксимильное, а в Англии сделали такие принты на шелковых платках, которые там очень хорошо расходятся, и это менее аутентично, но для показа в электронном виде на экране это лучше. вот такой странный персонаж Нерона и Каллигула в одном лице, его еще называли Н и К, я предположил, что может быть это Николай Карамзин, сейчас долго рассказывать почему, вот персонаж из процессии похоронщиков, и у него вся верхняя часть тела, видите, это плоский черный квадрат, там есть устрашающий персонаж, внимательный, рабочий, ну и много всяких, а вот то, что из оставшегося материала имеет наибольшее приближение к черному квадрату, это вот такой задник, где есть черный треугольник, а именно половина черного квадрата, вторая половина белая, и вообще может быть здесь уместно вспомнить, хорошо, что я это сейчас вспомнил, что в целом победа над Солнцем напоминает манихейское мышление, борьбу черного и белого, света и тьмы, когда не признаются полутона, и когда между черным и белым, а именно между силами света и тьмы происходит вселенская битва. Очень может быть, а точнее, если следовать тексту, то авторы победа над Солнцем выступили на стороне тьмы. Вот этот черный квадрат 15-го года. Мы немножко пойдем дальше. Я вот не успел сказать, как глазами современника выглядели вот эти фигуры, но давайте все-таки сейчас скажу. Ослепительный свет прожекторов. Декорации Малевича состояли из больших плоскостей, треугольники, круги, части машин, действующие лица в масках, напоминавших современные противогазы. Ликари, актеры, напоминали движущиеся машины. Костюмы по рисункам Малевича были построены кубистически, картон и проволока. Это меняло анатомию человека. Артисты двигались скрепленные и направляемые ритмом художника и режиссера. Хор похоронщиков, построенный на неожиданных срывах и диссонансах, шел под сплошной могучий рев публики. Это был момент наибольшего скандала на наших спектаклях. Основная тема пьесы — защита техники, в частности авиация, победа техники над космическими силами и над биологизмом. Солнце заколотим в бетонный дом. Это цитата из текста Крученых, которые здесь, вот в этой выдержке, которую я вам читаю, приводятся. Эти и подобные строчки страшным басом ревели будетлянские силачи. И впечатление от оперы было настолько ошеломляющим, что когда после победы начали вызывать автора, главный администратор Факин, воспользовавшись всеобщей суматохой, заявил публике из ложе, его увезли в сумасшедший дом. Все же я протискался сквозь кулисы, закивал и раскланялся. Вспоминал об этом с чувством глубокого удовлетворения Алексей Крученых. Времени у нас осталось не очень много, поэтому я вот пропустив кое-что скажу. Откуда у них вообще возникла идея сугубо конкретная о победе над Солнцем? Этому способствовали среди всего прочего, а все причины я называть не могу за недостатком времени, среди прочего и вполне естественно астрономические явления, а именно в 2012 году в Петербурге наблюдалось довольно значительное частичное солнечное затмение и в 2014 году ожидалось полное. То есть вероятно об этом говорили все и наши футуристы решили присоединиться к этой модной тогда теме и предварить реальное астрономическое солнечное затмение своим художественным. Вот Малевич написал несколько не самых своих известных здесь картин на тему затмения. Например, вот эта картина, которую называют обычно «Англичанин в Москве», содержит текст, написанный самим Малевичем, затмение, частичная, чрезвычайно любопытная картина, например, потому, что можно здесь увидеть элементы черного квадрата в цилиндре, а персонаж этот с одним глазом, а другой закрыт рыбой, это, скорее всего, Давид Борлюк, вот, а в эскападах говорит и красная ложка, ну, и тут много всякого, можно очень много найти здесь всяких символов, которые то ли были задуманы, то ли нет, Малевич был не такой уж простой человек, мог включить сюда и какие-то христианские мотивы, например, рыбу и лестницу и пилу, пилает святой Иосиф плотник, лестница восхождения, а вон там написано сбоку скаковое общество, причем тут скаковое общество, может быть, это всадники апокалипсиса, ну и все это как бы нагнетается атмосфера частичного затмения, или вот другая картина еще менее известная, Малевич, они все за границей находятся, private collection, где перечеркнута Мона Лиза, перечеркнута классическое искусство, а вот фотографии того времени, когда публика на улицах Петербурга через закопченные стеклышки наблюдает солнечное затмение, тогда вот были установлены такие передвижные павильоны обсерватории, где можно было смотреть за этим, то есть эта тема была модной и популярной, к которой несколько месяцев спустя авангардисты и решили приступить. Но здесь я скажу об одной очень существенной и, на мой взгляд, возможно, самой главной подспудной теме победы над Солнцем, а именно что, помимо всего прочего, был абсолютно конкретный персонаж, с которым они воевали из последних сил. Это солнце русской поэзии. Солнце русской поэзии, то есть Пушкин, напоминаю, что так отозвался князь Василий Адоевский в некрологии Пушкину. Так вот, в тексте есть много явных, неявных, полуявных отсылок к личности Пушкина, его имени, или к его стихам. Вот укрученных два новых персонажа, новые они так называются, новые, говорят в Пятом действии, мы выстрелили в прошлое. И действительно, вот его текст напоминает такие осколки, которые нужно как мозаику или как пазл собирать, и если собрать, то получается довольно любопытная линия. И вот можно собрать пушкинскую линию. Ну, я упоминал уже сегодня про то, что они хотели сбросить Пушкина с парохода современности в 12-м году. В то же время, нет, позже, за месяц до премьеры оперы «Победа над солнцем», Давид Бурлюк, только что упоминавшийся, читал лекцию в Тенишевском училище о современной поэзии. Точнее, эта лекция называлась «Пушкин и Хлебников», где, разумеется, Хлебников был хороший, Пушкин плохой. И Пушкина он назвал «Мозоль русской жизни». Но здесь у него отсылка к Белинскому. Помните? Энциклопедия русской жизни. А вот теперь «Мозоль русской жизни». И там же Бурлюк говорил, мы находимся к Пушкину под прямым углом. И в тексте оперы, в тексте укрученных есть в общем непонятные слова путешественника в будущее, который говорит, я буду ездить по всем векам. Я был в 35-м, там силы безнасилия, бунтушщики воюют с солнцем. И хоть нет там счастья, но все смотрят счастливыми и бессмертными. Неудивительно, что я в пыли и поперечный. Но поперечный, можно сказать, под прямым углом. И здесь же в этой короткой речи тоже есть отсылки к Пушкину воюют с солнцем и пыль. Вот там у него идет еще текст. Солнце, ты страсти рожала и жгло раскаленным лучом. Задернем пыльным покрывалом, заколотим в бетонный дом. Кстати, они у меня, по-моему, вы все равно не увидите очень мелко. Так вот, здесь построчно можно параллели с Пушкиным вывести. Солнце ты страсти рожала, но здесь отсылка к всем широко известной страстной африканской натуре Пушкина. И жгло раскаленным лучом, глаголом жечь сердца людей. Задернем пыльным покрывалом, пожалуйста, Евгений Онегин, полку с пыльной их семьей, задернул траурной тафтой. И очень много других вещей. Например, Крученых говорит, мы устраиваем резню пугалей, пугали это трусы, о, сколько крови, сколько сабель и пушечных тел, мы погружаем горы. Здесь у него довольно прозрачная отсылка, правда, не к Пушкину, но поэту пушкинской поры, а именно рука бойцов колоть устала и ядрам пролетать мешала, гора кровавых тел. Кстати, вот в этом отрывке, в самом начале текста слово пушки или пушечных появляется первый раз, а всего их несколько, по-моему, девять раз пушки, пушки, пушки идут, и, в общем, иногда это прямая отсылка к имени Пушкина. Например, вот такая полемика. Путешественник укрученных говорит, о, я смел, я закопчу путь свой и следа не оставлю. С чем полемика? К нему не зарастет народная тропа. Или есть у него персонаж под названием злонамеренный, но памятник себе поставил тоже не глуп. Тоже имеет отношение к Пушкину, дескать, мы не хуже. Пропускаю нейроны Каллигула, который Николай Карамзин. Вот, в конце второго дейма объявлена смерть солнца, и появляются похоронщики, несущие солнце. И говорят, мы вырвали солнце со свежими корнями, они пропахли арифметикой жирные. Почему арифметикой? Может быть, потому, что имелась в виду правильно размерная поэзия классического русского стиха у Пушкина, ибо у Хлебникова и Крученых был отказ от традиционной метрики. Он говорил, нами сокрушены ритмы, Хлебников выдвинул поэтический размер живого разговорного слова. Мы перестали искать размеры в учебниках. Или хор поет такие слова. Мы вольные, разбитое солнце, здравствует тьма. Да здравствует солнце, да скроется тьма. То есть вот таких перекличек в тексте очень много, чтобы это выглядело случайностью. Далее. Персонаж по имени Один говорит, солнце железного века умерло, пушки сломаны, пали. Ну, вспомните у Адоевского солнце русской поэзии закатилось. Железный век. Это опять же впервые такое словосочетание в русском языке появилось стихотворение Пушкина. Разговор книгопродавца с поэтом в 1724 году. Наш век торгаш, все век железный, без денег и свободы нет. Потом это появилось еще в малоизвестном стихотворении 1935 года и в том же самом 1935 году об этом говорит Евгений Боротынский. Век шествует путем своим железным. Соответственно, вот солнце железного века похоронщики убили и унесли, пушки сломаны, там еще выражение попадается, ну и так далее. Есть еще очень интересный текст, где один персонаж говорит, на более плотные ступени, выкованные ни из огня, ни железа, ни мрамора. Это перекличка с пушкинским памятником, где парадоксальным образом Крученых обращается более близко к тексту непосредственно Горация, к тексту его памятника «Экзеги монументум эра перенниус». Ну и далее. Вот, пожалуй, последнюю цитату. «Здоровеем, как свиньи, ликом мы темные, свет наш внутри, нас греет дохлое вымя красной зари». То есть, резюмируя, скажу, чтобы устроить себе место под солнцем, этим агрессивным провозвестникам будущего необходимо было устроить тотальную гелиомахию, войну с солнцем. А Пушкин это же наше все. И был найден новый Пушкин. Похож? Это портрет Хлебникова в изображении Бурляка. По-моему, очень похоже, особенно Бакенбарды. Вот. И заметьте, оба поэта совершенно одинакового возраста. Что Пушкин, что Хлебников 28 лет. Вот он. Да, вот этот текст, цитаты, вот об этом я читал, но тут очень мелко вы ничего не увидите. Хлебников. Хлебников в 15-м году, то есть через полтора года после победы над солнцем, написал очень любопытную вещь, где он к Пушкину отнесся чрезвычайно, почтительно и уважительно. То есть, как это часто бывает, после поверженного кумира начинается его аппроприация. И вот, что он написал. Будет Лянин, это Пушкин в освещении мировой войны, в плаще нового столетия, учащий право столетия смеяться над Пушкином 19-го века. Бросал Пушкина с парохода современности, Пушкин же, но за маской нового столетия. И защищал мертвого Пушкина в 1913-м году Дантес, убивший Пушкина в 1737-м году. Убийца живого Пушкина, обогревший его кровью зимний снег, лицемерно оделся маской защиты его трупа славы, чтобы повторить отвлеченный выстрел по всходу табуна молодых Пушкиных нового столетия. Все понятно? Очень сложный синтаксис вообще-то. Ну, короче, мы — это Пушкин нового столетия. Кстати, тогда этот образ или чуть позже был не то, что популярный, но присутствовал в сознании. Помните, как это было в шинелях с наганами племя Пушкина ведов? Но это уже было потом у Мандельштама. Соответственно, вот Пушкин и Хлебников. И вот еще одно сближение. Слева это профильный портрет Хлебникова в изображении Маяковского. Маяковского справа автопортрет Пушкина. Мне кажется, они тоже похожи. Вольно или невольно это получилось, я не буду пережимать и утверждать, что Маяковский именно это имел в виду, но так или иначе сходство такое безусловно есть. наверное пришло время это резюмировать и скажу я такими словами. Победа над солнцем это противоречивое местами более декларативное, чем художественно безупречное произведение провозвестник грядущих катаклизмов. Чтобы расчистить себе место под солнцем, агрессивные провозвестники будущего считали необходимым устроить тотальную гелиомахию, ибо Пушкин это наше все. И вот скоро началась апроприация, когда они сказали, что они занимают его место. И во многих отношениях действительно футуристическое будущее реализовалось, и в каком-то смысле мы спустя сто с чем-то лет в этом и пребываем. Все как в тексте у Крученых, где силачи будущего в самом конце говорят мир погибнет, а нам нет конца. И вот на этом я пожалуй закончу. Спасибо. Ну время наверное на вопросы немножко осталось. Готов постараться и попытаться. скажите, вот поскольку вы занимались переводом и явно работали тщательно с источниками, вот кроме Пушкина все-таки ближайший параллель, которая в голову приходит, это будем как солнце Бальмонта. Вообще солнце для символистов это такой излюбленный образ. У Вячеслава Иванова есть цикл стихотворений, посвященный солнцу, но прежде всего Бальмонт, конечно. То есть вот собственно первый вопрос это смотрели ли вы более близкие по времени источники, связанные с солнцем. И второе все-таки вот там Владимир Красное солнышко. Вообще сравнение с солнцем это такая риторическая фигура и кого только с солнцем не сравнивают и в литературной традиции и особенно в традиции церковного красноречия. Ну собственно вопрос тот же самый. Какие еще могут быть источники помимо Пушкина? Да спасибо очень интересный вопрос и жалко что все невозможно в короткой лекции охватить. Разумеется они боролись со всей классической традицией. Вы упомянули Бальмонта. Бальмонта имя я называл цитируя пощечин общественному вкусу и их манифест. Парфюмерный блуд Бальмонта писали они. Да разумеется Бальмонт говорил будем как солнце оно золотое в этом залог красоты. И это символистская традиция которая своим идеалом избрала древнегреческую античность что восходит еще к Наксагору который говорил я в этот мир пришел чтобы видеть солнце и так далее и тому подобное. Да это было тотальное противопоставление классической европейской античной и новой символистской русской поэтической традиции. Да можно говорить много и об этом и у Вячеслава Иванова и так далее. А непосредственно в тексте победа над солнцем у крученных есть ни одна ни две может быть три или даже больше я сейчас точно не помню скрытых цитат полемизирующих с Бальмонтом. Это есть. Скажите а можете сказать пару слов про вторую художественную реинкарнацию оперы про Лисицкого его художественное оформление вот этого времени чуть более позднее я так понимаю что что-то было еще у нее какая-то жизнь дальнейшая. Да в 23 году он сделал серию своих рисунков для электротеатра как это называлось а еще в 20 году в Витебске где Лисицкий тоже в те годы был группа студентов во главе с Верой Ермолаевой готовила постановку Ермолаева сделала несколько эскизов по-моему они тогда это не поставили от Лисицкого осталось несколько графических работ две-три из которых известны и весьма удачны но по общему объему их невозможно сравнить вот с этой первой с первым подходом к победе над солнцем то есть он готовил некий мифический электротеатр чтобы показать уже реально свершившуюся ну тогда же были годы ГОЭЛРО коммунизм и советская власть плюс электрификация всей страны чтобы показать электричество заместившее собою солнце и его работу на благо советской экономики но как-то вот это оставалось утопией и кроме известного рисунка электрификатора такой вот вытянутой рукой но в общем мало что можно вспомнить об этом вы знакомы с современной постановки да в 83-м году силами студентов какого-то американского университета было ничего кроме пара фотографий не осталось в 89-м году была перестроечная постановка Наталья Горюнина Горюхина потом они даже организовали театр под названием Черный квадрат я это видел и мне не показалось это художественно убедительным в 2008-м году по тексту который я перевел в Лондоне был поставлен спектакль я его видел он меня поразил вообще я молодой либреттист и как-то странно мне было слышать свои слова громко кричавшиеся со сцены но более всего меня поразила общая гротескность а кроме того что в конце была режиссерская находка когда все актеры выстроились в линию встали по стойке смирно и запели интернационал и не успел раскрыть рот как я заметил что весь зал в едином порыве встал и стал подпевать 2008 год Лондон потом была постановка спустя несколько лет театре Стаса Намина ну не знаю потом была постановка или это был его же спектакль но для западного потребления готовил его еще русский музей они выпустили DVD большой буклет буклет использовали мой перевод обещали денег дать но не указали ни имени ни денег не дали но это какие-то любопытные попытки реконструировать что-то но поскольку реально не осталось большого количества костюмов декораций практически не осталось музыки это всегда какие-то домыслы более или менее удачные мне большей частью это кажется менее удачными чем более удачными потому что когда я читаю тексты или читаю отзывы современников или самих авторов я всегда могу представить себя больше чем то что современные театральные деятели реконструируют это на сцене спасибо большое за лекцию скажите пожалуйста что-нибудь знаете про связь вот этой истории с тем что в 20-е годы в Баухаузе делал простите плохо слышно знаете про что знаете что-нибудь про связь вот этой истории с тем что в 20-е годы в Баухаузе делал Оскар Шлемер по-моему его звали триодический балет там они такой ставили вот эта идея просто с геометрическими фигурами для костюмов там с персонажами которые двигались под значит в той механике которую им автор предлагал то есть это как-то связано одно с другим да Оскар Шлемер который был дружил с Лисицким у них было вообще часто такое состязание акинов вот оба они выпускали детские книжки в которых не было ни одного рисунка а только знаки типографской кассы и да он делал такой авангардный механический спектакль его я не видел и не знаю насколько сохранились материалы но тогда это было знамение времени механический театр механический балет вот Фернан Леже делал балет механик и об этом сохранилась запись видео которую можно посмотреть с фигуркой Чарли Чаплина тогда ведь вообще все бредили полной механизацией жизни омашиниванием реального человеческого тела Мерхольд этим занимался поэтому существовало такое общемодернистское движение по современному механистическому балету где человеческая фигура живая пластика танцора или балерины уподоблялось угловатому отточенному движению робота или механизма да в том числе и шлемер а да да английский давайте мне самому это очень интересно вот я оставил это на потом но давайте я сначала немножко прочту свой русский перевод со своего английского текста то что я написал по-английски в виде предисловия к переводу а по-русски это будет так про пролог от перекладателя переклад в зад правила моей англоидной трансфигурации хлебниковских весточек были просты первое дать представление не русскому читателю что текст написан не по-русски а по-велемирски или на хлебникизи второе поскольку хлебниковский идеалект можно определить как русоморфный старояс олдспик перефразирую орвела слова иностранного происхождения следовало избегать по мере сил одним из основных приемов хлебникова при формовке нового русского языка в его словокузне было использование неожиданных аффиксов часто фольклорных и устаревших с корнями архаического славянского или возвышенного стилей языка ввиду более сложной истории английского языка этому принципу было невозможно следовать неукоснительно поэтому я использовал ограниченное количество изначально латинских транс греческих лог или гог или французских виль морфем кстати хлебникова сам не был достаточно последователен так вместо пролога он мог использовать скажем начаглаголова или хотя бы предисловие ну и так далее сейчас кстати мне этот текст так нравится я хочу его весь прочесть но времени у нас нет окей тут очень мелко нет я сбился сейчас одну минуту вот blackcraft news drops people those who have been born but are not yet dead hasten to go to the contempl or contemplative futurian the contemplative will will lead you the contemplayer is forayer an array of morbid foremen from tormentors and horribles to amusicals and outlandish laughers and merrylogs all will pass before the eyes of attentive specters and contemplators and ogles pastides acurides ballides aculides actualides callides evocates fear challengers and malalibis callides will call you and as you will the celestoid out seers pastides will tell you who you once were actualides who you are accurate who you could be and so on and so forth но чтобы здесь что-либо понять надо все-таки полезно смотреть по строчкам в русском тексте хотя внимательному английскому читателю который не знает русского языка и соответственно русских корней по корням общий смысл должен быть понятен но в общем это была такая интересная работа придумывать все это простите можно еще вопрос задать по поводу похороны по поводу мотива похорон солнца самое известное конечно у черлениса похороны солнца у черлениса есть такой цикл похороны солнца может быть еще есть какие-то визуальные параллели вот к этому мотиву не попадалось вам визуально сейчас я не вспомню но вообще а ну конечно строго говоря черное солнце существует в мистике и в алхимии европейских алхимиков позднего средневековья и возрождения вот у Марсилио Фичино неоплатоника 15 века во Флоренции было такое понятие сол нигер черное солнце которое нужно было уничтожить и там посредством алхимической возгонки оно притворялось во что-то новое кстати изображалось это черное солнце в виде черного квадрата то есть на иллюстрации к трактату была просто полностью черная картинка да в оккультной европейской традиции это существовало и у символистов таких прозорливцев вроде Чурлёниса это возникало у поэтов вот у Мандельштама помнить и там солнце на черных носилках несут все можно набрать добрый вечер спасибо за лекцию скажите пожалуйста были ли футуристы которые в итоге разочаровались в самом футуризме увидев например после революции когда идет разрушение традиционной культуры в принципе классическая академическая культура как это выглядит в реальности когда это не просто там написание а давайте вот а когда вот это видит как уничтожают людей которые выступают за это как уничтожают памятники культуры например и когда ты видишь к чему как это выглядит уничтожение солнца не в театре а в жизни то они могут сказать что нет мы ошибались то есть было ли такое спасибо это очень важный вопрос и важнейшая проблема о которой я думаю невозможно не задуматься вот они так долго призывали разрушение и как они потом себя чувствовали особенно когда это машина уничтожения по многим из них реально проехалась я остерегусь сейчас говорить что-либо однозначно и вспоминать всех но вот вспомню такого Рюрика Ивнева не первого ряда поэт но шумел с другими вместе вот про него было известно что он уцелел его он не покончил с собой его не арестовали не убили он дожил до почтенных лет писал самые что ни на есть обыкновенные невыразительные стишки а недавно я прочел что он еще и чуть ли не осведомителем был так что жизнь крутила по всякому этих людей вот и я бы не стал даже кого-то обвинять кто знает вот этот Рюрик Ивнев как он дошел до такой жизни вот или Бенедикт Лившиц я его упоминал который оставил замечательные воспоминания полутораглазый стрелец он после революции стал писать вполне на понятном языке что не спасло его от ареста и расстрела о нем некоторые говорят что он на допросах там всех оговорил но человека пытали то есть это жуткое время когда думаю что очень многие из них изменили не только идеалом молодости но и вообще всему на свете взять того же крученых он каким-то чудом уцелел его не арестовали он как таракан забился в щель и сидел там потом 50 лет и умер в солидном возрасте ему было сильно за 80 но он абсолютно ничего не писал после его книжки под названием наш выход по-моему это 1934 год у него насколько я знаю не выходило книжек он писал рукописные каждую неделю бывало он выпускал тонкую тетрадку но внешне он никак не возникал не проявлялся и вел совершенно жуткий нищий образ жизни об этом есть немало воспоминаний что думал он под конец жизни черт его знает что он думал я думаю что все они в конечном итоге сильно изменились потому что невозможно писать вот в таком духе всю оставшуюся жизнь Маяковский стал писать иначе и вообще застрелился но это уже такая тема на которую вот так быстро и экспромтом отвечать трудно потому что очень сензитивно и можно как-нибудь затронуть память людей которые несмотря на ошибки молодости безусловно не заслуживают какого-то тотально отрицательного или снисходительного с высоты нашего 21 века отношения вот так я пожалуй скажу ну все да спасибо 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 Спасибо.